добрый день и любое другое время суток по вашему выбору мы продолжаем выпуске нашего юмористического дайджеста по мотивам ленты группы будни упоротых то тут к сожалению youtube почему-то не захотел сделать репост на фейсбук моего последнего ролика на эту тему может быть из-за того что там упоминался в хэштегах путин или зюганов там я не знаю может быть что-то с этим связано другого объяснению меня просто нет потому что тот же вконтакт спокойно совершенно их twitter от и все выложилось вот так что если кто-то вдруг пропустил смотрите там или у меня на канале youtube соответственно а вот а мы как обычно пойдем вверх по ленте тут пропуская повтора да вот тут вот значит протеерей федор бородин вот заявил что генназии зюганов он не прав сравнивая иисуса соответственно с коммунистами что интересно протеерей он не стал как бы сравнивать тексты нагорной проповеди например вот с моральным кодексом строителя коммунизма он просто сказал что карл маркс энгельс ленина люто бога ненавидели вообще сволочи вот поэтому христа нельзя коммунистом называть ну что ж протеерей имеет право на свое мнение тут единственное что плохо что этот протеерей он как вот очень активно принимает как бы участие в детском образовании вот у него такой вот бэкграунд там ахиджакова лимонов все дела вот сейчас в одной из московских церквей служит вот ну вот это заявление геннадий андреевич мы его с вами разбирали прошлый раз вот тут евгений аренкас погрузился фильм николай сванидзе гетто ну и соответственно подтвердила ровно то что мы предполагали что геноциде евреев в польше ну как известно там активно решался еврейский вопрос и он три миллиона евреев был убит в консулгерях ну в этом виноват как вы поняли сталин потому что он польшу отдал гитлеру ну и так далее вот вот тут вот замечательно ребята из партии яблоко под выборы пошли по пенсионерам с рассказами как они любят ссср на эмилию сулбунову здесь честно говоря страшно смотреть лет пять назад она считалась лучшим косплеем хиллари кллинтон вот на территории нашей страны сильно сдала девушка вот ну это вот воспоминания об антоне бакове совершенно замечательным персонажи это такой я не знаю такой написано что он политик и предприниматель насчет предпринимателя спорить не буду но насчет политика я бы с и я бы назвал его скорее политическому он туристом потому что человек постоянно двигает какие совершенно отбитые политические проекты типа отделение урала это в 90-х было да когда вам печатал уральские франки вот сейчас вот он создается создавал российскую империю николая 3 нашел ну какого-то там из потомков романовых там отдаленных и вроде еще до от неравнородного брака и так далее и тому подобное ну суть по всему просдал человеку денег и использовал как клоуна вот в общем такой замечательный персонаж наглухо отбитый екатеринбургский сенат в общем это такой такой клоун но клоун с деньгами поэтому как бы ничего ему не делается хорошо и весело развлекает человек всемирные ой всероссийский экономический форум государства бизнес креативной индустрии позвали к себе вячеслава бутусова вот я не понимаю чё не моргенштерна или не даню милохина там или так далее тому подобное а не всероссийский восточный экономический форум вот он им тут рассказал про святых отцов и так далее тому подобное посылочки там можно почитать что конкретно он им сказал ну вот по логике экономисты живут эти вот люди да они же должны быть материалистами они должны быть людьми умными и обращенными каким-то реальным вещам как производства там и так далее и тому подобное вот на кой хером сдался бутусов певец на говорю мы позвали бы олю бузову она популярнее вот или кинчи он бы тоже им тоже самое про святых отцов рассказал странные люди честно говоря так но это мы уже видели это тоже уже или а вот это вот замечательно по следам заявления путина что может быть филиппа колыча вот малют скуратов у него не убивал сейчас идет какая дискуссия в сети дурацкой убивал не убивал так далее там паром по моему это какой кать такая мелкая деталь историческое но историки серьезные которые занимаются темы как бы с этим определились вот но тут дело в другом дело в том что православная церковь она выразила готовность отредактировать если чё житье вот а я напомню у нас очень многие вещи вот в исторической науке очень точнее не в исторической науке в исторической науке к таким вещам знают как относиться их уточняют там перепроверяют и так далее а вот во всяких сказках да у типу там встречи дмитрия донского там сергием радонежским и так далее там вам вот это вот все это идет из житий а жития как мы видим да могут вполне переписываться по щелчку сверху да ну собственно они всегда так и писали потому что я напомню в отличие от скажем ватикана православная церковь русская она всегда была подчинена государству вот и начальнику православной церкви всегда был не патриарх а царь потом царь поставил еще заместителя оберпрокурор синода да вот поэтому доверять житиям вот православным именно вот надо с большой оглядка лучше не доверять вообще и все проверять но вот тут вот антон грешен вытащил какую-то совершенно отбитую сумасшедшую вот во время революции 17 года был уничтожен и законная власть 17 года всех закон россии которые принимали временные правительства из большевиков были незаконны корпорации ссср было создано больших контроля ли вот 2009 году законная власть андрей цареградский праправнук екатерины долгорукая александра второго обе верну вернулась по всем а забыласть вернулась по всем нормам закона но большая часть жителей россии они не знает потому что сми занимаются обманом населения это вот к слову о помните я про карательную психиатрию недавно ролик записывал да вот вот если вот такую девушку взять и посадить в комнату с мягкими стенами и поколоть ей таблеточки это будет карательная психиатрия или карательная психиатрия вот и нужна ли карательная психиатрия психиатрия вообще вот по моему нужно ну сами понимаете последние дни прошли под знаком перепалки кости семина и маша захаровой фейсбука фейсбуке но на эту тему есть отдельные ролики так что смотрите их вот российский мэр назвал забайкале место на место начала второй мировой войны да ну потому что там были сражения на холхенголе ну кстати я записывал по моему ролик до про начало второй мировой войны это дата она скажем так не всем очевидно вот и она скажем так плавающий потому что у китайцев это одна дата вот соответственно у чехов каких-нибудь это другая дата в европе и сша там на западе считается 1 сентября 39 года да ну в принципе почему бы мэру ну вот не считать началом второй мировой войны бои на холхенголе у него видимо какая-то своя логика да ну имеет полное право в конце концов почему нет ну вот как раз до ролик про карательную психиатрию вот так что мы еще видим ну вот это все вот это перепалка про финансирование большевиков германии и дети а вот отличная картинка какой диктатор убил больше всего людей ну я не знаю тут не ну тут прекрасно все во первых тут подсчеты какие-то совершенно неадекватные да то есть гитлер почему-то убил 17 миллионов всего а сталин 23 то есть больше по каким этим самым источником все это считалось непонятно видимо источниками послужили тараканы в голове автора вот леополь 2 15 миллион хотя говорят про 20 вот и замечательно вот диктаторы до типа вот диктаторы они все вот таком случае непонятно что здесь делает энвер паша например который не был диктатором что тут делает хидеки тот же вот нет почему хирохи то нет вот кстати учу учтем что японцы завалили гораздо больше пяти миллионов человек там только в китае за тридцатку вот но вот если бы сделать был император хирохи то он был бы на почетном втором месте тогда после мао дзюду на но по этим подсчетам игрой это бред вот ну и разделение такое генерал-коммунист генерал-коммунист король на цену естественно гитлера гитлер у нас социалист вот ну в общем лютый бред тут столько вот такая концентрация бреда вот в одной маленькой картинке что просто просто удивительно так ну тут продолжаются разборки под постом маши захаровой а вот и вот тут вот девушку ну девушка посылает читать секретные документы о немецких деньгах ленина в книгах вот ссылки на книги она указывает википедии и вот очень мне нравится вот эти вот ссылки на высшее образование там два высших три высших четыре высших вот какая разница сколько у тебя высших образований если ты дурак вот знаете вот анекдот такой есть замечательный да вот бабушка спрашивает там человек ну человек где учился типа он говорит вот у меня типа три высших образований на счет такой дурак тебя в одном институте выучить не смогли вот это из той же серии а вот тут вот замечательный пост про лёшу то есть не про лёшу навального фото для кликбейта на вот про то что в калининграде умным голосованием начали торговать то есть дайте нам денег а мы вам подгоним избирателей на участке но в принципе это нормально вот сам изобретатель этой темы навальный он же либерал такой весь за капитализм на капитализм капитализм предусматривает такие схемы вот очередной ролик про мону даль вот со ссылками на всякие исторические источники там на готику и ордана например на амьян и марцеллины и так далее и тому подобное вот это отступление моны в историю она оказалась таким достаточно познавательным ну вот ну тут очередные вот эти вот темы у нас шойгу пиарит просто каким-то совершенно диким образом в сетях непонятно я снимал тоже ролик про это непонятно его как преемника пиарит или просто как одного из лидеров единой россии перед выборами пиарит вот ну естественно все дурачки тут же орут что вот мы такие могучие могучие представляете как американцы от нас убегут там если нами будут руководить шойгу пока что мы в сирии видим как от нас все бегают да мы там сидим уже сколько лет вот обещали немножко побомбить уплыть но нет получилось а вот продолжение про машу захаров замечательные случаи с борисом вишневским но борис вишневский он соответственно либерал яблочник и так далее и тому подобное совершенно лично мне не симпатичная фигура но вот как его брата прокатывают на выбор на выборах питере там уже просто даже панорама отстрелялась по этой ситуации когда там вместе с ним зарегистрировались на одном участке два человека практически с идентичными именами и внешностями причем для этого они сменили имена представляете до чего доходит вот так маша маша воспоминания о матвея гонопольском который на эхе москвы зажег да я часть той силы что вечно хочет зла и вечно совершает благо соответственно вышел литературный спор между двумя интеллектуалами пушкин или лермонтов это написал но для для тех кто не интеллектуалу не погружен в такие литературные тонкости вполне очевидно что написал это гёте фаусте вот замечательный такой фотоколлажик с кости семином да но это после того как боты в твиттере ну и во всех остальных сетях почему-то начали называть его актером это было очень смешно так но это маша маша вот значит так вот это вот реклама кпрф да вот я не знаю дело в том что вот те люди которые занимаются вот вот этими рекламными баннерами всякими да и так далее и тому подобное вот они вообще по совесть потеряли окончательно ну вот я все понимаю конечно но сравнивать буржуазные выборы с великой отечественной войной по моему это скотство и какое-то надругательство над памятью великой отечественной войны вот если их кто-нибудь за это бы прижал я бы нисколько бы не расстроился настолько некорректное сравнение что они этим кстати занимаются постоянно зовут зюгана платошкин в своей риторике они постоянно сравнивают эти две вещи буржуазные выборы до которых это у них вопрос стоит там получить там 11 или 13 процентов да вот и великую отечественную войну вот после этого извините вот да даже если бы я до этого хотел за них как голосовать вот после этого это невозможно просто вот это вот забавная такая картиночка и соответственно день знаний студенческом медиа центре примехи вот ну тут явно батюшка он просто приколист по жизни я напомню нефи по-моему у нас есть кафедра теологии а вот ну тут видно что батюшка приколист по жизни тут вопрос другом отчету батюшки в руках меч лорда сито он же красный то есть батюшка у нас изображает злоба персонажа дарта вейдера вот ну на самом деле в самой как бы картинки ничего страшного нет прикалываются люди бывает так но тут продолжают пихать в тех же комментах уже роме носиков у которой там писался за машу захару вот виктор ар известный твиттерный тролль сочиняет сценарий фильма строевик вот и соответственно у него фильм построен на диалогах за рюмкой водки маши захаровой кости семина когда вот эти два медиа деятели как-то сидят вот ну да примерно в такой обстановке но и соответственно выясняют отношения если пройти по ссылочке там еще много вот таких вот эпизодов да и сценарий фильма строевик вот повеселитесь это очень милый юмор хороший а а вот александр степанов нам тут подкинул замечательную тему из обсуждения сандоморха да в каких-то комментах но он специализируется на сандоморхии исторически да и вот встречает таких вот людей вот меня в прошлой жизни убили коммунисты в тибете замечательная женщина по поводу коммунистов в тибете прошлой жизни и так далее я всем рекомендую подождать новых выпусков про мону даль потому что у нее там будет и про тибет и про коммунистов и так далее и тому подобное вот это вот скрин из как из какой-то книжки вот я не знаю может быть она в туве и издается в общем субидей богатур у нас почему-то с лицом господина шойгу опять ну честно говоря неприлично уже по моим вот так пиарить ну вот это вот свежий ролик я записал про первых руководителей гулага вот эти вы знаете картиночки постоянно они мелькают по сетям там вот там написано там первые руководители блога и такой вот четыре или три ряда евреев разных до форме вот ну как вы понимаете это галтелая нацистская антисемитская пропаганда ничего больше вот я там просто пару таких картиночек разобрал немножко потому что вы как вы понимаете вот это все не соответствует действительность вообще так ну это вот обсуждалось в роликах про машу захарову это как всякие люди привластные вот этот вот по моему статс секретарь банка россии и сенатор да как они волнуются перед свадьбой великого князя гоги а вот его итальянской девушки я честно не помню какую зовут а вот это вот замечательным я не знаю видите сколько подписок до читателей так далее тому подобное какая-то такая будто ферма на самом деле девушка живет в грузии сша смысле в джорджии вот и пишет вот такое но путин я бы оставил по жизни президента можете от меня отписываться помогите на еду и проехать по моему это прекрасно вот ну и значит нас здесь произошла православной церкви некоторая такая маленькая разборочка вот молодой священник он как бы предложил но он сказал что его достали уже прихожане которые как бы указывают на то что священники мягко говоря не соблюдают скромность там имеют яхту дорогие часы дорогой автомобиль вот и он призвал своих коллег соответственно ну обнародовать налоговые декларации так далее и тому подобное вот за что его постоянно за что его сразу выкинули из соответственно запретили в служении но то что называется у них там да ну и вот по этому поводу об оправдывался господин ли гойда пресс-секретарь рпц вот ну грубо говоря он сказал что наши внутренние дела наши бабу наши внутренние дела и никого кроме нас не касаются и не не хрен было открывать рот но как бы соответственно центральный аппарат рпц тут ни при чем там с ним разбирался его собственный вот начальник владыка собаки вот ну то есть все были аккуратно посланы на то есть и подробности о доходах священников никто не узнает вот ну и заодно там на человека навесили что он там наркоман там с проститутками общаются и так далее там подобно вот хотя в принципе этот вопрос он нас встает православной церкви не в первый раз если вы помните как как-то были такие разборочки там не стяжатели с сефлянами да он при его не третьем они были да то есть это вот начало россии самое вот эти разборочки тянутся до сих пор вот тогда тоже там предлагали чтобы церковь там как-то себя финансовом плане вела более адекватно вот но очень не любят на наши церковные граждане когда к ним залезают в карман вот ну вот это вот какой дикий коммент я просто в ступор впал когда мне под очередным комментарием маша захаровой вот такое вот вылезло да ну вот это просто вообще непонятно кто там ребята потом полезли к человеку на страничку там выяснилось на абсолютно ненормальный то что он с герингом общается чуть ли не лично вот еще тут извините адольф гитлер спаситель мира семинар и так далее тому подобное то есть какой-то абсолютно отбитый нацист с больной головой вот пришел в комменты к маша захаровой ну вот так вот прошло последние несколько дней в группе надеюсь этот ролик можно будет спокойно на фейсбук перепостить да вот ну а мы соответственно по мере накопления информации будем вот продолжать наши юмористические дайджесты всем хорошего настроения всем добра удачного вам дня